Всем привет! Сегодня у нас будет история подписчицы. Эта история уже закончилась. Она бы хотела просто поделиться своим опытом на будущее для тех, кто может оказаться в подобной ситуации. И еще хочу сразу вам сказать, девчоночки, пишите свои позитивные истории счастья, любви. Как вы пришли к таким отношениям, которые у вас сейчас есть, с вашим, например, супругом турецким. Рассказывайте свои love stories, мне пишите в почту, потому что девочки очень просят услышать и позитивные, интересные истории. Буду очень рада их тоже зачитать, чтобы у людей был стимул не только какой-то негатив, конечно же, да, слушать. Так что почта у меня всегда указана в инфобоксе или в информации. Вообще на моем канале есть почта туда и присылайте. Давайте приступим к истории. Случайно нашла ваш канал в поисках рецептов из Турции, но речь пойдет не о них. Ваш канал направлен на раскрытие правды в оботношениях и в основном касательно турецкой культуры. Так и мне захотелось сделать свой вклад в копилочку. Забегая вперед, история моя уже закончилась и в самом идеальном варианте, каков только может быть, до того, как нашла, конечно, ваш канал. Итак, до 18 лет строгий контроль бабушек, дедушек, нет отношений, только брак и главное это муж. Наверное, уже понятно, какое отношение к мужчинам будет. В 17-18 у меня подготовка к переезду в другую страну по учебе. И тут меня знакомит кузен с его другом, к слову, кузен наполовину русский, наполовину турок. Друг же его год бегал за мной, да, у меня времени не было на него. На первом месте учеба отношения только со свадьбой. На тот момент я уже жила между двумя странами и училась в Европе. Турок понял, клялся, звал замуж, говорил, что на учебу будет отпускать и домой к родителям, что все будет замечательно. И первые два месяца мы общались, встречались, но держала я его на расстоянии на какое-то время. Приехала в Турцию знакомиться с родителями. Родители его меня приняли отлично, мы сразу же обговорили, какие трудности на расстоянии будут, нам палки в колеса ставить не решались, любовь все же сильнее. Далее помолвка и все остальное, но сразу же после церемонии меня переклинило. Я заметила, что было много проблем в этом человеке, агрессия, ревность, поиск каких-то ссор. Я хотела вначале, как казалось мне, что это разница культур, хотелось все это забыть, но в глубине души-то был дискомфорт. Немного о его семье. Современные, нерелигиозные, папа спокойный, мама лентяйка, не давала ничего, не делала ничего по дому, только бегала по магазинам. Со мной старалась быть доброй, хотя позже я узнала о ее пакостях. Забирала деньги из куртки моего турка тайком, просила подарки с разных стран от него, а сама ничего никогда не дарила. Только бабушка и дедушка у него были хорошие, часто помогали, чем могли. Одна из тетушек тоже бегала к ним за подарками и беконом, а за спиной всем говорила, что мы свинину едим, какие мы грешные и плохие. Вот такая вот у него была семья. Одно ясно, ребенка своего родителей не любили и теплоты дома не было, и это наложило на него отпечаток на его характер. Бывший муж, будем его так называть уже, постоянно кричал и на них, и на меня, и жили мы все в соседних городах. А теперь поподробнее о бывшем моем муже после месяца отношений вместе. После месяца. Подъем в 6 утра с орами криками. Якобы я ему вру, изменяю. Вечные замечания, не надо косметики, все смотрят. Но спустя время говорит, ты же девушка, почему ты не красишься? Ты должна идеально выглядеть, ты плохо рисуешь. Не рисуй. Обзывательства, стыдно даже их повторять. И все в таком ключе. Странная перемена характера изо дня в день. Работать ему было лень. Он просил трясти деньги с моих обеспеченных родителей. Мне работать не давал, да и язык я еще не знала. Никакого допуска к интернету, никаких друзей, даже с кузинами, родными, братьями запрещал общаться. Почему не бежала, спросите вы? С семьей всегда были обязательские отношения. Семью с турком не приняли. И мы поссорились. Общались иногда с мамой только. Да и запугал он меня, угрожал мне. И то, что родным я боль причиню, если убегу, и все в таком роде. После полугода я забыла, как улыбаться. Нельзя было ничего. Только учеба, дом, пропуски пар. Одногруппники плохо относились ко мне, так как даже привет нельзя было им сказать. Ох, как я сейчас вспоминаю, что это была прям не я. Кстати, в университете мы изучали бизнес, социальные науки и в основном психологию. Наверное, это меня и спасло. Спустя год, когда мы перешли на домашнее насилие, побои, угрозы, истерики, дом без денег и еды, проблемы со здоровьем, я потеряла вес до 38 килограмм. Он приобрел пистолет от отца, отец бывшим военной. И жить вообще стало страшно. Запирал в пижаме на балконе зимой, спать без одеяла. Случайно обжигал меня, заставлял пить, зная, что у меня непереносимость алкоголя. А все для того, чтобы устроить очередной конфликт. К этому поводу я пришла только спустя год, когда мы стали изучать больных людей. Тут я поняла, что ему нужна помощь, а я в ловушке у маньяка. Конечно, было сложно принять правду, хотя мне кажется, на тот момент во мне никаких эмоций уже не оставалось. Трясло меня каждый день в надежде на то, что я начну давать отпор. Еще мне улыбнулась удача, и бывший решил поступать в университет на Кипре, а потом еще и доктор сказал, что если я хочу поправить здоровье и жить, то нужно избавиться от стресса, заняться собой, по-другому вес не набрать. И в один день я тупо проснулась с собой до 18 лет. Целеустремленная, сильная, самостоятельно начала ему давать отпор. Он даже руку не хотел поднимать, наверное, опешил по полной. Я выглядела так, как хотела выглядеть. Занималась программированием, завела много знакомых, которые дали работу удаленно. Я закончила отлично университет. Я уже не волновалась, что турок мой мне изменял, опять же, чтобы спровоцировать меня на ссору. Даже сама старалась его отпустить, чтобы он переключился, и я смогла спокойно уйти от него. С бывшим были на связи только через WhatsApp, и я не скрывала ничего больше. Сначала он плакал, но потом смирился и согласился на развод. Я уехала к друзьям во Францию. Общаясь с преподавателями, сама перестраивала себя после той войны и разрухи, что были в моей голове и душе. Первые две недели были сложные, привыкала к образу жертвы. А спустя две недели как рукой сняла. Также я разработала себе четкий тайминг-план на следующие отношения. Когда готова буду, какой тип мужчины мне нужен, какой мне не нужен, как себя вести с ним и так далее. Устроилась на замечательную работу, путешествовала с друзьями. Главное, с семьей отношения наладились. Не нужно было бояться угроз. Языком шевелить могут все, но не каждый захочет принимать меры. Кроме его слез и просьб остаться друзьями, ничего больше от него и не исходило. Но мне все равно уже было с того самого момента после двух месяцев наших отношений. И как по маслу, спустя тот самый срок, как я и хотела идеальный мужчина, переезд в новую страну. И главное, уважение в семье, преданность и безбольной ревности друзья и семья. Небольшая размышлялка. Я считаю, что еще одной проблемой девушек в подобных отношениях является их желание остаться в стране солнца. Может быть, любая другая страна. Просто побег откуда-то. Это касается не только славянских девушек. В любой стране такие есть. И тех лично я знаю не понаслышке. Поэтому я и упомянула про переезд в другую страну. Плана на это у меня не было. Где я жила, меня вполне устраивало. Но раз есть такая категория девушек, хочу сказать, что это не единственный шанс. Будет еще лучше. И не надо хвататься за что попало и страдать в надежде, что это мой последний шанс. Вот думаю, что получилось вспомнить, то вспомнила. К Турции и к туркам отношение не испортилось. До брака и после никакого отвращения, ни симпатии. Страна не вызвала просто красивое место со своей культурой, своими прелестями и проблемами. У нас есть турки, коллеги, замечательные люди. Все дело в нас самих. Кого хотим, того и находим. Ну а вашим подписчикам я желаю удачи и сил на принятие правды и перемен. А вам процветание канала и счастье в семье. Вот такая история интересная. Девочка очень рано вышла замуж. Плюс родители у нее, бабушки воспитывали правильно. Только брак и все прочее. Я прям очень рада. Потому что человек, потому что еще сам по себе целостный. Хоть она и была такой жертвой. Но в один момент она поняла, что это ненормально. Ну плюс еще, мне кажется, и будем на ты, тебе помогло то, что ты с какой-то точки зрения, это и минус, и плюс. Минус то, что не было какого-то опыта, правильное воспитание в семье, хорошее. А с другой стороны, это плюс то, что ты просто начала взрослеть. И не только психология в институте тебе помогла, эти знания какие-то. Тебе помогло в принципе становление себя. Ты сепарировалась и от родителей раны. Потом от мужа ты начала, короче, взрослеть просто. Вот этот возраст 20-23 лет. Хорошо, что в этот момент произошло. Просто женщины, которые, как ты подчеркнула, от чего-то бегут. И держатся же на мужиков хоть бабы каких-то. Они в своей стране не обязательно территориально бежать. Морально бегут от общественного осуждения. Бегут от косых взглядов, что ей нужно рожать детей. Семью иметь, быть социально какой-то приемлемой. Всем удобно и все прочее. От всего бегут. Не только за границу. А вообще не слушают себя, а слушают все окружающее. И делают так, как им социум диктуют. Либо близкие люди. И если женщина в возрасте более старше. Не когда идет ее личное становление. В 20-23 года какие-то мозги начинают появляться. А когда она этому поддается в 34 года, она чего-то, да, вот бежит и входит в такой брак, вступая в такие отношения. Вот тогда соскочить с вот этой позиции жертвы очень трудно и тяжело в возраст. У тебя начала формироваться психика, ты начала развиваться. Ты еще смелая, потому что ты молодая была. Тебе было не страшно все это менять. А женщины, которые уже чего-то повидали, пожили и попали в такую ситуацию более старшим, лет 10 позже, им просто тупо страшно что-то менять. Им вообще страшно остаться без всего. Типа, это конец реально света. И они бегут от самих себя в первую очередь, попадают в такие ловушки капканы. Абсолютно согласна. Такие тираны, либо маньяки, мужики, они не только в Турции и турки. Это история, у меня канал просто окрашен про Турцию. Но если бы другие блогеры из других каких-то стран зачитывали подобную историю, женщины им писали, я уверена, в других бы странах это тоже все было. Сколько было историй, посмотрите, не в пропагандистическом телевидении, да, давно, еще лет 10 назад всякие документальные фильмы, и американцы, американки в такие ситуации попадают, и иностранные жены, которые, особенно первым потоком, приезжали в Америку, когда они попадали в руки вот таким маньякам всяким, ненормальным мужикам, которых убивали мужики. Это же не только с турками, с национальностью связанные, американцы такие же, понимаете, это даже фильмы, да, об этом документальные на YouTube, можете посмотреть, есть. Я уверена, что и в Испании, и всякой Италии, и во Франции все то же самое есть. Я поэтому считаю, что да, история очень показательная, это на эту девочку стоит обратить внимание, примите к сведению, кто в таких отношениях находится. Это вам девочка, рассказываю, с которой 18 лет тогда было, она нашла в себе силы все это изменить без поддержки семьи и родителей. А вы, взрослые тети, которые 30 и старше попадаете в такие ситуации, вы в силу своего возраста, своего опыта жизненного уже должны ничего не бояться, предпринимать какие-то действия, менять свою жизнь, уходить из этого гнета. Поэтому эта история прям, спасибо, что ты мне ее написала, я рада ею поделиться, я надеюсь, для многих это будет полезно. Пишите ваши истории мне на почту, почта в описании к этому видео, комментарии, поддержки какие-то этой девочки. Ты молодец, вот что тебе могу сказать, я очень рада, что у тебя все в жизни хорошо сложилось. Ну какой был опыт, такой был, зато ты теперь новых шишек не набьешь, более страшных. Надеюсь, все, вам это видео понравилось, буду ждать ваших комментариев, скоро увидимся, всем пока!